хорошо всех приветствует добрый день сегодня у нас прям новый эксперимент новое решение неожиданное для всех так получилось что мы пригласили в нашу студию нашу на наш канал участника нашей группы фейсбука которую по имени наташа вы ее и сможете знать как нато она была участником нашего марафона и я заметил какие прекрасные удивительные у нее получаются рисунки и как она красиво разукрашивает глаза и вот она мне прям заворожила настолько что я предложила показать нам эту технику сегодня у нас не совсем будет нейрографика в чистом виде у нас тут скорее это будет нейро арт но я думаю что это будет полезно для всех потому что такое вариант разукрашивание который можно использовать потом у своих нейрографических работах он будет интересен всем и так я хочу пригласить и прошу вас поприветствовать наташу наташа включи звук потому что я звуки отключила у себя микрофон включить я приветствую спасибо большое что пригласили меня что обратили на меня внимание я не думала что мой скромный опыт нужен будет кому-то но мне очень приятно поделиться будет сами и мне приятно что я могу заинтересовать кого-то и воодушевит на на новые проекты на новую работу я готова с вами поделиться спасибо большое наташа мы прям тоже очень очень рады мы с тебе зададим огромное количество вопросов во время работы а сегодня мы да вот янка показывает нам одну из работ вы эти работы увидите потом в описании и ссылку в нашей группе и в инфобокс будет тоже ссылка на нашу группу так что присоединяйтесь это будет очень интересно там действительно завораживающие работы что еще хочется сказать если вы хотите как любой нейрографическую работу сделать с тематической и сделать получить от нее не только эстетическое удовольствие но и какое-то психологическое может быть какое-то озарение какое-то пояснение для себя я предлагаю задать тему сегодняшнего занятия как всевидящее око вы можете это назвать третьим глазом мы сегодня будем рисовать глаз зрачок большой красивый такой если вы хотите прояснить какую-то свою тему вот у меня например такая тема всегда есть поэтому если вам это важно вы можете прям попросить чтобы в процессе рисования для вас что-то прояснилось чтобы ясность вот этого внутреннего зрения у вас открылась на эту тему так что какие-то может быть новые понятия новые инсайты придут будем рисовать ну что наташ ты готова переключать камеру на рабочую я готова переключить камеру берите камеру тогда на себя а я переключаюсь хорошо так ну что я тоже буду рисовать вместе со всеми мои рисунки потом я тоже выложу вместе в группу сейчас вот наташа нам покажет свои рисунки которые уже она сделала я хотела бы поделиться в начале своими работами готовыми я конечно же готовилась к этому мастер-классу и работа которая воодушевила аню на создание этого марафона мастер-класса вернее это вот этот глаз для меня это просто работа просто очередная работа из того что я делаю я рада что она вам понравилось что зашла и и вот этот именно зрачок глаз он пойдет лейтмотивом сегодня вариации вот разного цвета я хочу вам представить не знаю сильно ли быстро я показываю не все хорошо сюда я добавила немножко яркости это больше как нейрографика очень понравилась а не вот эта работа вот эта плетеночка это отдельный мастер-класс будет по этой плетеночке я думаю посмотрим да да вот эту работу я специально показала вам как можно работать в четырех тонах на одном и том же варианте я наверное думаю надо задержаться на ней побольше и хочу показать в конце просто добавлен черный цвет и работа уже получается совершенно другая и абсолютно другой формат здесь она светлая травянистая больше желтого больше зеленого и черное дает какую-то глубину и яркость в то же время желтый выделяется больше на черном вот эта работа я люблю очень работать в этом цвете поэтому голубого для меня не бывает много и он такой бирюзово-голубой поэтому я люблю этот цвет и и много у меня очень работ в этом цвете а копировать мы будем вот этот глаз и я расскажу как примерно не получится копии потому что я не люблю копировать сто процентов но думаю что будет интересно если я покажу вам как я делала эту работу может быть по пути попадутся какие-то вопросы у вас я пока буду рассказывать о материалах которые я использую предлагаю вам взять какую-то тарелочку или блюдечко и очертить круг я уже на своем нарисовала у нас переделку делать не обязательно я показывала работы без серединок либо можно в конце потом это не обязательно оно должно быть по центру не должно быть четко это ваша работа это ваш выброс на бумагу поэтому вы можете сделать абсолютно мне будет интересно кстати я была бы благодарна если бы вы показали свои работы потом по концу а сейчас я хочу поделиться своими материалами которые я использую я думаю много вопросов у новичков как и у меня было с чего же начать вообще чем можно работать я начинала рисовать вот такими восковыми мелками они абсолютно дешевые это самое дешевое что можно найти вообще в арсенале и они очень хорошо миксуются между собой очень красивые получаются рисунки самые дешевые фломастеры какие у меня были единственный недостаток их что у них нету колпачков они вот закрываются сюда поэтому когда я отбираю материал для своей очередной работы мне не получается достать фломастеры это цветные я вот такие выделители я думаю тоже вы с ними знакомы попозже я уже купила себе набор восковых карандашей биг здесь 24 штуки и уже конечно я разбогатела вот эти обычные маркеры тоже биг мне очень нравится линеры самые простые не нужно тратить много денег если если вы не собираетесь это делать на этом бизнес и нет у вас достаточно денег то можно обойтись самым самым малым количеством для сегодняшней работы я предлагаю взять черно-зеленые тона и сразу выбираю себе маркеры черные зеленые маркеры именно или линеры 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 маркеры фломастеры карандаши все это будет идти у нас сегодня в черно-зеленом тоне карандаши у меня есть акварельные я тоже себе отобрала вот в таком тоне и отобрала твердые карандаши это тоже будет вот тон и не зеленые черные черные да черные очень хорошо добавляет и тушует вот эту глубину я наверное вот сюда положу чтобы это все-таки было видно вам карандаши акварельные или обычные можно акварельные можно обычные кому какие удобнее надо для себя попробовать каким карандашом удобнее рисовать твердые карандаши делают хорошие прорисовки вот вот эти вот линии которые дают дают линии именно четкости еще я очень люблю вот эту ручку но она может быть в разных вариантах здесь плюс ее в том что все яркие цвета салатовый яркий бирюзовый яркий розовый сиреневый и они тоже дают красивые линии так то что мне нужно я откладываю хотелось бы узнать о готовности насколько готовы рисовать можем начинать я беру в начале маркер и линер и предлагаю начинать с темного большого поля это занимает больше времени и немножко не доходя до края просто делаем вот такие чтобы разогнать руку чтобы почувствовать этот круг чтобы выбросить какую-то энергию это работает как выброс ничуть не меньше вот когда что-то накатила и у горлышка ком то хочется куда-то его выбросить вы определяете для себя каким вы цветом не обязательно это должно быть очень аккуратно это абсолютно не будет влиять на результат вашей работы еще нужно место для того чтобы удобно вам было поворачивать вот чтобы это было вам удобно свободное рисование то что мы сейчас заглядываем в наш всевидящее око она все видит она все чувствует ну и если как бы мы обращаемся действительно внутрь то можете тоже посмотреть просканировать какие ощущения в теле происходит какие эмоции у меня на самом деле эмоции почему-то начали подниматься и я как бы поэтому обращайте внимание может быть регулярно скобинируйте свое состояние что необычного что нового может быть инсайты какие-то приходить в процессе так что вот меня уже процесс захватил у меня обычно это дыхание я ловлю себя на моменте что мне хочется глубоко вздохнуть вот на каком-то этапе рисуешь и рисуешь и потом такой глубокий вдох и так прям хорошо легко сразу становится дыхание это очень важно в английском есть такое выражение что от рождения до смерти отличает нас только одно дыхание и даже в слове бред дыхание заключено первая буква от рождения до ндс последние буквы от смерти то есть это то что нас собственно отличает и разделяет то как мы дышим вся жизнь она в каждом дыхании заключается я взяла фломастер и фломастером мне удобнее прорисовывать вот эти промежутки если вы заметите я делаю такие немножко когда был ее как зигзообразные движения они тоже очень хорошо делают выброс такое замечательное ощущение что-то прям туда в середину этого глаза что-то выбрасываешь постоянно выбрасываешь какой-то свой твою эмоцию что-то свое такое то что тебе мешает может быть или наоборот если кто-то что-то себе загадал хорошее то он наоборот туда накапливает какое-то положительное я наверное рисую быстрее мне так кажется вы не обращайте внимание я иду у меня опыта чуть больше и думаю что конце когда я уже дорисую а вам надо будет немножко времени то я остановлюсь и покажу какие-то свои лайфхаки мы тебя можем замедлить вопросами вопросы есть пишите в чат и мне девочки озвучат но один самый важный вопрос мы хотим спросить тебя а где ты сейчас находишься наташа сразу быстренько приступили к рисованию я совсем не не рассказала о себе я с украины украинка по происхождению но родившиеся в россии вот так вот я родилась в хабаровском крае прожила всю жизнь в украине в сумской области это границы с россией а сейчас я нахожусь португалии 10 лет будет в октябре как я приехала первый раз сюда очень мне понравилась португалия очень скромная очень дружелюбная теплая страна и вот уже десять лет как я периодически ездить в португалии где порти мало называется это недалеко от испанской границы фару я не знаю девочки кто-то пара не знаю но фара не знает или я это со стороны вот севилья очень такой посещаемый туристами город в этой стороне это юг самый юг португалии мы в курортном в курортной зоне живем хорошо на самом деле буквально за последнюю неделю два раза я слышала про то как люди даже из америки переезжают в португалию потому что очень красивое место и достаточно дешево там и почти бесплатная медицина медицине я не сильно рассказать я хотела сказать о себе немножко я забыла рассказать что я вообще я не профессионал я абсолютно не художник я нигде не училась и то что я наработала это просто мой личный опыт мои фантазии и наработки просто набитая рука я работаю в соседнем городе называется алвор мастером маникюра я работаю в эстетике совсем не связано с арт совсем нет не связано с художественное творчество но немножко хотя я бы не сказала что это совсем не связано я же делаю какие-то работы на ногтях значит я немножко художник на самом деле художники по ногтям так такие шедевры иногда выдают столько у них конкурсов постоянно происходит я никогда не участвовала в конкурсах да немножко есть у меня опыта в этом как-то вот ногтевые картинки меня не очень привлекают потому что это мне как-то жалко это временно во первых а во вторых это очень мелко это очень убивает зрение вы сейчас продолжаете маркером фломастером или чем мастер брала да я сделала маркера а потом уменьшил сделала вот такие движения и промежуток зарисовала фломастером но он у меня получился серый потому что он немножко исписанный предлагаю теперь немножко за синего добавить цвета в промежутках по кругу если кому-то не хочется синий может взять зеленый или другой какой-то цвет какой нравится фломастером я думаю маркером я думаю маркером потому что удобнее зарисовывать промежутки и получается чуть аккуратнее можете сделать это и фломастером если вам удобнее фломастером большой роли не играет главное чтобы это было не часто а вот немножко рваный край был надо обратить внимание что зарисовывать лучше вот край у карандаша который мы обводили тарелочку чтобы затемнить вот этот участок самый кончик то самый кончик но если он будет где-то не сильно затемнен тоже ничего страшного это можно сделать в конце я обычно прохожу в конце потом маркером и делаю аккуратность рисунку поэтому край сам не старайтесь сделать очень аккуратно если что-то получается там линии неровные специально делаю неровные линии чтобы вы не думали что чем аккуратнее вы сделаете тем будет глаз красивее это абсолютно на конец работает на результат это не влияет если такой большой глаз нарисовала что я от вас отстаю у меня просто как всегда моя скромность а знаете интересный факт если кто-то читал книги эрнеста молдашева у него интересное наблюдение он вообще окулист и что зрачок человека размер зрачка человека не меняется не зрачок сама роговица она не меняется вот как человек родился с одним размером вот так он и есть и это на основе этого он делал интересные наблюдения и исследования по всяким наскальным рисунком и не наскальным он ездил в тибет исследовал глаз и как вообще у человека интересна часть тела которая не меняется с возрастом то есть основываясь на исследовании глаз разных национальностей он доктор кандидат наук по моему он делал выводы как менялась культура откуда вообще люди пришли такие вот интересный факт про глаза это всегда с нами сейчас уже и диагностика по роговицы идет и очень много всяких разных интересных а это интересно я даже над этим никогда не задумывалась а какой по-вашему самый редкий цвет глаз я думала черный хотя нет наверное у азиатских много черного зеленый фиолетовый я думал я читала когда-то это серый серый мне кажется это наверное зависит от места вот к примеру у темнокожих людей у них темные и для них редкость это какие-то вот цветные глаза у светлокожих людей очень часто можно встретить настолько разно палитру цветов я даже я затрудняюсь сказать какой какой редкий цвет ну вот даже на основании того какой если по местности какой цвет редкий то есть и выражение и приметы например в русском в традициях там говорится что вот черный глаз 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 то есть это значит какое-то могут принести негативную негативную энергию на вас потому что черные глаза очень редкие среди славянских народов а в турции наоборот голубые глаза они имеют совершенно другое очень редкое качество среди турков и у них везде если заметите такие обереги это везде голубые глаза потому что они очень необычные для этого местности вот интересно как здесь в португалии тоже здесь раса натыка более темнокожая здесь практически у многих коричневые черные глаза поэтому мне кажется для них любой другой цвет глаз очень красивый и они я заметила очень часто всматриваются прям люди в глаза потому что у меня такие серо-зеленые глаза и им интересно потому что они редко видят цветные глаза интересно что люди выглядывают в глаза особенно сейчас когда в маске то люди больше стали замечать выражение по глазам выражение лица больше по глазам я сейчас предлагаю взять либо фломастер либо линер либо черный карандаш твердый можно тоже кстати линер может быть не такие даже линия да это очень тонкие линии вот твердый карандаш не акварельный акварельный дает вот такую расплывчатую линию я предлагаю вот немножко затенить затемнить линиями еще по выбрасывать энергию я почему сказала что хорошо глаза рисовать на выброс потому что здесь очень много прямых линий и ты когда решаешь какую-то в голове своей задачу это очень хорошо сказывается на твоем рисунке опять же я специально не делаю это не красиво в разные стороны чтобы показать вам что не обязательно это надо вырисовывать каждую линию можно делать так как вам удобно думаю на это время вам надо немножко больше я работаю чуть быстрее поэтому беру сразу другого цвета абсолютно какой вам нравится зеленый у меня это получился такой травяной зеленый и в руке уже держу сразу тот который мне попался под руку и если у вас не дорисована по краю работа но есть уже какое-то очертание ничего в этом нет страшного можете начинать тушевать а потом просто дорисовать глубину обычно я когда начинаю рисовать я выбираю себе цвета но по тому как я приближаюсь к середине сама работа у меня просто я когда смотрела вебинары по каким-то арт работам и человек говорит вот работа просит какой-то цвет я не понимала нарисовав много работ по глазам я поняла как как эта работа просит цвет работа просит глубину вот начинаешь рисовать и не идет цвет хочется его поменять меняют цвет и сразу идет продолжение в работе сегодня у меня почему-то пошел голубой хотя обычно я темнее беру кстати если у вас есть под рукой вот эти восковые мелки они очень замечательно и быстро тушуют так как они толстые край работы чтобы был более закончены они вам будут в помощь но по ним после этого нельзя пройтись ни маркером ни маркером маркер рисуют по мелкам по восковым именно да у тебя да у нас наверное другие мелки в Америке фломастер не рисует а маркер рисует тогда можно в конце просто если промежутки остаются можно просто в конце закончить работу если вам не хватает вот какой-то глубины потому что на вот эту работу достаточно много времени у меня ушло чтобы вот этот край углубить именно черным сделать на светлых работах это легче у меня такое впечатление что эта работа у меня будет светлая но мне почему-то хочется зелени добавить зелени не такой зелени спасибо Аня я нашла вот эти по вашему какому-то вебинару выделители яркие они так помогают они так добавляют в работу красоты прям не хватает вот этого яркости в нашей жизни а какой бренд этих выделителей я не знаю самый дешевый какой-то я зашла в китайский магазин и купила то что попалось под руку просто там шесть штук было шесть штук самые дешевые выделители были вот эти сухие они назывались карандаши какие-то даже не знаю какие это просто неоновые карандаши любые да неоновые карандаши но они есть и Кохиноровский тоже бренд буквально я недавно преподавала класс и кто-то из учеников просто мне тоже показал Кохиноровский карандаши они тоже неоновые вот хочу вам просто показать это вот такие они белые с кончиками ну вполне вполне приличные карандаши то есть в России обычно Кохинором пользуются то есть там очень много здесь у меня в Португалии достаточно материалы дорогие и честно говоря вот я думаю что люди которые для себя как хобби выделяют какие-то небольшие денежки на рисование то даже вот таким вооружиться арсеналом это достаточно дорогое удовольствие поэтому я ориентируюсь и предлагаю то что то что доступно кстати вот эти фломастеры тоже очень красивые по цветам здесь сиреневый очень яркий яркий сиреневый и я в свою работу сюда добавляла добавляла сиреневый его можно добавлять можно нет сегодня у меня почему-то больше идет синее и зеленое поэтому я беру немножко вот такого яркого синего по кругу а вы смотрите как у вас настроение как у вас желание сиреневый зеленый любой тоже будет хорошо а как вы нашли аню и вышли на нашу группу расскажите пожалуйста честно говоря я даже не подскажу как я нашла потому что это мне наверное на фейсбуке кто-то друзья друзей возможно вот я не помню честно я сразу подписалась вот буквально подписалась на марафон перед этим я по моему аню нашла возможно кто-то кто-то вот у нас есть общие друзья друзей по нейрографике или через нейрографику что-то я искала возможно какие-то варианты вселенная вас привела к нам сто процентов сто процентов вселенная это однозначно меня так точно потому что вот этот последний рисунок который мы рисовали на на марафоне мы рисовали тотемное животное или уже после 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 уже вот то я была вообще в шоке в шоке от результата потому что я рисовала одно животное у меня получилось другое когда я начала показывать мне все говорят так где ты видишь ты переверни рисунок там вообще третье животное а вот у меня четко второе животное то которое начало со мной разговаривать это получился кот и кот с третьим глазом и кот у меня говорящий он мне что-то говорил я не понимала что и тут буквально после этого марафона Аня мне предложила вот провести этот вебинар поэтому для меня какие-то цепь каких-то событий она привела вот к тому к чему я пришла я сейчас брала бирюзовый фломастер и не прокомпенсировала это сейчас хочу взять зеленого все-таки у меня вот синее зеленое сегодня идет у меня уже такая красота получается я не знаю как у вас мне уже все очень нравится у вас очень интересно с кем вот какой у меня синий глаз вау точно красиво да а вот мой чуть-чуть повыше наташ тоже здорово очень янка хотите свой показать пока догоняю так подожди кто дядяна догоняет я тебя камера выключила я тебя не пишу да да я выключу наташ скажите что то что приключилась на вас камера на не очень удобно мне рисовать конечно под камеру потому что я пытаюсь не крутить вначале крутила сейчас пытаюсь не крутить уже но хочу вам сказать что все работы которые я делала для этого вебинара они получаются очень интересные и любой цвет какой вы не возьмете он получается очень классный в конце работа горит абсолютно другим цветом чем вы ее задумали в начале по крайней мере у меня всегда получается я задумываю один цвет а получается другой вот я задумывалась сделать копию того что что у меня было получилось абсолютно другой вариант более светлый более такой пронзительный я не знаю как мне серединку сделать возможно хотелось бы показать наверное как я делаю именно вот этот такой я даже не знаю как его обозвать зрачок зрачок да это получается зрачок но он даже не зрачок я даже не знаю это фантазийное какой-то вот именно центр я бы сказала даже не не зрачок око 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 в оке портал портал к знаниям к ясности спасибо спасибо можно тушевочку сделать еще карандашами это добавляет тоже цвета добавляет глубины можно сделать и другими тушевку мне больше нравится я не знаю кому я люблю акварелькой делать она ложится глубже и хорошо ее можно сделать вот именно глубину и промежутки у кого нет неоновых карандашей тоже ничего страшного можно добавить неоновых выделителей я наверное возьму зеленый и синий с желтым карандашом получилось так интересно после этого после добавления желтого очень красиво да он там прям живой глаз он меняется постоянно от от настроения от того как вы его себе задумали и как вы какой цвет вы добавили хотела еще показать такой мини тренажер для себя вот когда хочется узнать какой цвет нравится какой цвет вот вот как ложится как мешается было настроение я просто пыталась круги круги это всегда успокаивают и нарисовав вот такой круг с расширением мне захотелось его закрасить и в момент раскрашивания мне пришла идея что можно можно же попробовать как цвета мешаются чтобы свои материалы узнать надо вот такое воодушевление и с помощью этого цветового круга своего вы узнаете как как вам какой цвет вам какой материал вам заходит не именно это это я пробовала восковые карандаши я смотрела как как мешаются между собой как они дают цвет то я купив восковые карандашки пробовала и сделала себе вот такой набросок хотя можно это делать отдельно с акварельными карандашами можно отдельно делать и с другими материалами чтобы посмотреть у меня есть работа когда я купила мелкие обычные цветные неоновые мелкие мне захотелось тоже попробовать как они будут работать и был такой эксперимент я для себя сделала вывод что красиво очень но но они пачкаются потом нужно подкладывать какой-то лист бумаги чтобы ложить руку и не рукой не вымазать остальное рисунок тоже интересный эксперимент но не подошел немножко я еще хочу такой лайфхак показать вот у меня некрасиво здесь в серединке и нужно мне нарисовать середину то я не обращаю внимание на то что у меня здесь залезли вот мои штрихи если хочется маленький можно сделать чистый маленький и потом серединку сделать красиво но я хочу сегодня сделать большой зрачок чтобы показать вам не обязательно нужно это все прям красиво красиво и специально делаю неаккуратно не всегда есть под рукой или есть желание бежать куда-то чтобы обчерчивать особенно когда хочется это все проработать быстро быстро и наверное я возьму не маркер а возьму карандаш фломастер извините и покажу вам как я делаю вот эти линии наметить мне проще видите по спирали закруживаемых хотела чтобы вы почувствовали вот это ощущение когда начинаете закруживать у меня такое впечатление что вот все внутри подымается куда-то прям дух запирает мне не хватает темноты не хватает глубины все таки я возьму маркер хочется подышать глубоко глубоко мне даже водички прям такое чувство какой-то 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 нереальности ну так это же портал Наташа ты работаешь с порталом создания фактически улетает вот вот сюда так если наши наши зрители вдруг куда-то улетают обязательно поставьте пожалуйста ноги на пол на пол и заземлитесь немножечко почувствуйте текстуру своего пола подошвой ног потому что это очень важно быть немножко затемленным корни пустите чтобы действительно мы далеко сильно не улетали а я хочу важное съобщение перевести на български тоже ако се усещате че енергията ви е върви нагоре и все едно че излитате и съветваме ми да си сложите краката на пода и да усетите как се съединявате с пода с земята почувствуйте по приземлению давайте обратить внимание еще на рисунок я беру наконец-то беру тоненький линер и вот хорошее хорошее движение вот это повторять тоненькими линиями чтобы собрать в серединку вот эти наши толстые линии и сделать таким его более воздушным можно перевести Наташ что было бы понятно на болгарском почему я беру этот линер не знаю ли все девочки спасибо наташ на български наташа казва да вземете под тънък маркер като тъничко такова като химикалка почти за да под тънички линии таковы таковы перекрест перекрест ничего страшного это все закроется другим цветом и потом можно всегда подобрать немножко краешки фломастером чтобы это было более аккуратно вот эти тонкие волоски они как зависают у нас в воздухе как вы успеваете я приготовила другие цвета линеров но если кому-то не хватает вот здесь цвета можно сделать еще тонкие линии здесь в серединке у меня заполнено достаточно мне не хочется больше можно в конце кому не хватает я уже говорила когда законченная будет работа но хочется цвета можно закрасить вот середину желтым она будет более яркая либо закрасить это выделителем тоже смотреть по тому насколько вам это хочется яркости зеленый желтый можно немножко даже посовмещать немножко желтого мне кажется он ярковатый другого желтого хочется либо фломастером тоже каких-то линий добавить добавить опять же можно тем же фломастером или карандашом отсюда вот немножко поотводить темноты чтобы это было от цвет такой тоже интересно или синим не обязательно черным можно синим можно зеленым сделать если у вас зеленый основной цвет выбрался это лучше сделать тем же цветом который по краю идет чтобы как бы снаружи я вот вам показала на своем примере если черным вот если синим получается абсолютно другой эффект какой хочется вот у меня сегодня синий рисунок и мне сегодня хочется чтобы было больше синего поэтому то что я покрасила черным да я немножко его теперь разбавлю но я не буду его сильно много добавлять мне хочется чтобы мой рисунок был светлый вот эту штриховку которую я делала здесь мы делаем таким же образом как по краю но только в серединке сейчас я повторю это делается мелкие мелкие штрихи потом это добавляется фломастером чуть-чуть повыше можно делать в цвет можно делать другим цветом ну вот черным можно продолжать черным маркером абсолютно абсолютно как у вас будет настроение можно попробовать вот так сделать это тоже будет интересно можно сделать черным это будет немножко другой эффект я немножко переведу на болгарски ще ба била понятна да значи сега от центъра от централния кръг започваме с мънички линии с подтъмен фломастер или маркер может 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 с тъмно-синь тъмно-лила да изкарваме мънички линии зато зато мниме малку околу крык готов какое настроение есть такой такой маркер и используем так и делаем это может я хочу сейчас еще раз пока вы работаете понемножку поглядывайте сюда я еще раз вернул свои рисунки вот покажу это может быть абсолютно желтый желтая серединка либо светлая какая-то любого цвета оранжевая очень красиво будет очень красиво будет на голубом желтая или вот здесь вообще она просто белая здесь у меня было вообще настроение я ее сделала как точка черная а потом она у меня разошлась в цвете то есть вы можете не делать и не рисовать саму середину сделать свести ее вот так вот в глубину темную вот это тоже очень показательно потому что когда не хочется делать середину просто хочется вот сбросить все в одну точку получается очень интересный эффект и здесь здесь край практически не здесь край сделан поднесу поближе вот наверное видно так лучше край тоненьким фломастером и и линия сделан очень очень интересный эффект получился это тоже одна из последних работ и тоже здесь своеобразная у меня такая серединка получилась я вообще задумывала абсолютно другую мне почему-то захотелось яркость вот получилась вот такая не абсолютно неаккуратно было абсолютно что-то у меня пошло не так и получилась эффект ну и какую же мне середину нарисовать у меня все сегодня странного цвета наверное я все-таки сделаю ее голубой пусть она будет до конца необычна пока все дорисовывают может быть какие-то вопросы еще есть по по любым темам спрашиваете я отвечу ну вот вопрос хотелось бы узнать у тебя у вас есть свой канал и как люди могут увидеть больше из ваших рисунков у меня есть свой канал который я планирую благодаря вам возобновить на ютюбе тоже он называется нато натка есть страничка в инстаграме и на фейсбуке но на фейсбуке и в инстаграме я не выставляла своих абсолютно рисунков на ютюбе да я планирую возобновить думаю что это для меня будет тоже такой опыт опыт возобновления своих ресурс достану свои ресурсы которые они у меня были спрятаны какое-то время я думаю что заработаю поэтому как найти сейчас только нато натка могу сказать название канала скажи конечно и конечно же рисунки наташа вы можете увидеть в нашей группе фейсбук так что присоединяйтесь к нашей нейрографической группе обязательно вы увидите и те рисунки которые наши участники и свои рисунки можете выложить и наташа может быть что-то какие-то просто прокомментирует у нас потом в группе так что это интересный опыт если будут комментарии да естественно я и ссылочку брошу на свой канал и прокомментирую подскажу что-то вот хочу прокомментировать свою работу почему-то я взяла желтый карандаш и получился у меня такой микс хотела синий получился микс зеленого вернее желтого и синего немножко зеленым у нас комментарий в группе фейсбука вопросов нет одни восхищение восхищенные эмоции спасибо спасибо мне очень нравится что получается у меня я уверена что у вас тоже получается очень необычно интересно это самое главное это самое главное главное чтобы нравился свой результат можно восхищаться чужими работами но самое главное что когда ты делаешь свою работу чтобы она зашла мы же себе открываем портал не кому-то это око оно все видит и у меня еще на закусочку я никуда не ухожу но вот такой у меня еще подарок бонус я приготовила special for you special for you аня заказывала я сделала вот такой подарочек думаю что с этим рисунком все понятно хочу еще это небольшой вопрос вот смотри поверх вот этих всех штрихов надо будет какой-то еще тон добавлять или еще просто больше цвета добавить чтобы он был немножечко может быть более глубокий потому что вот я смотрю у тебя на твоем глазу он такой законченный здесь еще есть работа есть еще проблески белого то есть это просто добавляем 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 карандашом предлагаю два варианта один вариант это синий другой черный чтобы легче было я не вижу вашей работы я не могу прокомментировать как лучше сделать вашу работу я иногда делаю двумя вариантами сначала ну вот или синий или черный без разницы тот который вам нравится просто вот так вот прохожу вначале вот такими мелкими шагами чтобы закрыть эти пробели можно либо синим либо черным либо опять же беру маркер либо синий либо черный и прохожу по краю получается работа аккуратная можно опять же в начале пройти типа закрывать вот таким вот шагом а потом пройти аккуратнее сделать край синим получается один эффект черным получится немножко другой эффект будет оба оба состояния будет красивую у кого какое настроение более черное или более синее или зеленое ну и как вариант можно попробовать с первосиним а если вдруг по какой-то причине что-то не понравится черным сверху можно всегда перекрыть и вот эти пробели тоже можно пройтись мелким либо маркером либо фломастером я просто рисовала на скорую руку чтобы показать вам больше вариантов больше техники и не больше красоты эта работа заняла больше времени потому что здесь я старалась для вас показать вот как она уже в готовом виде и то что у меня рука пошла потом карандашом я карандашом доходила все вот белые точки которые здесь оставались карандашом я проходила акварельным это лучше всего вот забираются вот эти пробили если мне хочется темноты добавить оно очень хорошо тушуется и работа получается аккуратная она получается законченная акварельный карандаш это это конечно выручалочка здесь а вот Наташа еще хотела спросить вот эти ручки которые многоцветные по 4 цвета ты в этом глазу тоже использовала как штрихами или здесь я использовала здесь сиреневый цвет вот именно здесь я использовала штрихи сиреневые их почти не видно но они есть такие прям интересные необычные цвета вводишь потому что я вот конечно так вот издалека там сиреневый совершенно не видать но мне просто интересно теперь я специально себе купила набор таких ручек хочу показать мелкую работу вот вот этот глаз вот вот этот глаз сделан только линиерами и ручкой здесь пошло у меня вот это карандаш оранжевая это линиер и мелкие мелкие штрихи это было все только вот линиером и ручкой потому что когда работа нежная вот хорошо видно ой вот вот это не вижу куда я в экран попадаю вот тут синяя как ручка и карандаш мелкие мелкие штрихи когда очень хочется нежная работа чтобы была то включается конечно вот тончайшая линия и получается вот такой эффект на самом деле это очень маленькая работа поэтому я для для мастер-класса я сделала на тарелочку чтобы было видно на вопрос спасибо даже вопрос из фейсбука он на болгарском вопросе я прочитаю сначала на болгарском а а а а сейчас по-русски если у нас желание начать рисовать внутри центра обратно можно 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 это все зависит от настроения вот эта работа у меня была от центра вот мне захотелось а не мне попросила показать технику рисования мне захотелось начать ее с центра и я начала ее с центра я сделала небольшой круг не от руки я взяла маленькую бутылочку и обрисовала ее и отсюда уже просто неаккуратно абсолютно хаотично вот можно вести линии вот специально веду неровно чтобы вы видели линии абсолютно неровные от них потом берем и как настроение вот у вас тоже веточки да хорошо сейчас я по-болгарски скажу да значит можно и от ватрина вон это следующая работа и пример за я запущу от ватрина рисула и продолжала вон направить спасибо у меня было настроение я начала ее черным линиером рисовать хотя потом я подумала что надо было синим и поэтому я серединке уже начала прорисовывать синим чтобы вы понимали работа кажется тонкой и красивой это работа была на взята с вот этого я сейчас покажу глаза вот конечно же это работа на это опять же линии велись хаотично некоторое я выводила за поле некоторое оставляла вот на краю и середина получилась неаккуратная потому что я я не знала какая она будет вот видно хорошо что я не вижу убежала наверно с экрана я специально ее не заканчивала чтобы показать вам насколько я не доработала ее чтобы видно было грехи которые я не позакрывала ваши грехи у других как святость я не конечно надо здесь закрыть более темным цветом чтобы это было все красиво обработано и заиграла уже другой немножко другим манером я специально оставила чтобы было видно что это все не аккуратненько и это все вот вот так вот прорисовано здесь очень много ярких карандашей взята хотя на самом деле работа не яркая вот эти выделители вот эти выделители прям оранжевый розовый вот вот эти выделители хотя они легли в коричневый и в желтый абсолютно не видно что здесь настолько яркие цвета они так хорошо вписались сюда работа получилась вот такая немножко даже я выделителя сюда мокрого вставила но его тоже здесь практически не видно мне казалось что работа получится очень яркая да на самом деле она получилась коричнево-бежевых тонах мне самой даже удивительно какая она не яркая получилась указываю дальше просто синим цветом хаотично абсолютно беспорядочно абсолютно неаккуратно вопрос сразу на засыпку вот эти пересечения раздвоения ты скругляешь их или в данном случае нет нет я их не скругляла я просто их утолщала вот обратите внимание я показываю ближе я просто их утолщала цветом растушевывала получается линер шел коричневый я его протушевала темным коричневым карандашом и просто скрасила чтобы не закруглять потому что если закруглить это уже будет нейрографика а это у нас идет как арт нейро-арт поэтому закруглять будем в нейрографике здесь немножко другое оно как бы сглаживается но сглаживается цветом да потому что эффекты все равно очень мягкий получается от нее мягкость просто сглаживается количеством цвета то есть специально же опять я сделала добавила сюда черного и получился абсолютно другой эффект хотя я не хотела сильно затемнять этот рисунок но чтобы показать вам разницу в работе я сделала его немножко черным вот вот этот кусочек я сделала черным видно хорошо эффект серединка просто скрашена синим и синим линером я прошлась остальное все карандашом дорабатывается точно так же и уголки вот эти уголки все идут сначала темным карандаш линером маркером и фломастером здесь неудобно работать потому что очень тонко а карандаш хорошо сглаживает вот эти неровности которые я прорисовывала линером черным где незаконченность где получился переход неаккуратной все сглаживается цветом я на самом деле рисую просто не капиллярные ручка у меня то есть такая она как шариковая но специальными чернила это можно не делается можно кстати брать набор шариковых ручек они сейчас тоже красивые очень продаются я смотрела не покупала потому что у меня уже есть набор линеров а так можно было бы сделать это эффект получается тоже интересной по цвету получается довольно таки интересно так и так вот я хочу понять ты затемняешь каждого пересечения как бы немножечко затемняется или просто только глубина или самом центре неаккуратно немножко просто позатемняла пересечения потом прошлась карандашом тоже тоже пересечения дорабатывать аккуратность нужно уже когда проводишь линию вот мне нравится акварельный карандаш и я веду линию и его немножко как бы растушевываю мне надо подключить карандаш потому что он ведет толстые линии делаю аккуратность в работе то есть этим же синим карандашом ты проходишь поверх да но я брала для прорисовки вот этих линий я беру твердый карандаш мне нравится какие линии он оставляет он оставляет вот абсолютно таки плотные линии твердые а акварельный карандаш он дает красивую тушевку так еще раз подожди я немножко запуталась то есть линию ты проходишь твердым карандашом а потом ее поверх растушевываешь акварельным как вам удобно можно попробовать и так и так если у вас карандаш дает хорошую линию тоненькую можно идти твердым если нравится вести акварельным можно акварельным испортить тут нельзя я вот хотела показать что я сейчас вышла не аккуратно за линию вот у меня получилась помарка ее просто аккуратно затушевать можно так и сделать просто толстым толстая линию хотела еще обратить внимание что когда рисуешь надо не бояться не не стесняться в своих движениях не стесняться сделать ошибку если сделал ошибку значит ведь всегда можно выйти из положения вот мне к примеру я вчера рисовала и мне захотелось добавить черного и он у меня не пошел я думаю что я добавлю сюда просто больше синего и будет у меня темно-синий немножко грязноватый но будет больше если бирюзовый или какой-то вот тоже мне не понравилось я начала зарисовывать и мне показалось что это эффект паутины я тут же взяла и исправила сейчас покажу вам как тоже по ходу такой лайфхак любимая ручка я сделала вот таким моментом вот я сделала вот такие как петельки пельки просто вот такую тушевку сделала неаккуратно а потом доработала ее карандашом видите любой любую ошибку можно исправить главное не не ощущать нее как проблему а как задачу ну это вообще то чему учит нейрографика что в нашей жизни все это является возможностью для для эксперимента вообще жизнь является прекрасной возможностью для эксперимента и ни в коем случае нельзя бояться в жизни что-то испортить потому что это будет просто немножечко другой дизайн вашей жизни творчество любое творчество даже не только нейрографика любое творчество оно конечно учит спокойнее относиться к экспериментированию когда ты понимаешь что любая оплошность любой какой-то неверный твой шаг и жест он приводит просто к другому варианту исход продукта твоего но это ни в коем случае не значит что он будет хуже он просто будет другим ну да вот я взяла поэкспериментировать взяла фломастер видите я просто провожу такие тонкие линии если это окажется вам темно можно взять светлее синий и добавить длинных вот таких вот и он станет ярче это правда не надо экспериментировать и наверное будет эмоций больше потому что когда мы закрываемся зашориваемся то видим только то что у нас вот фокусе раскрыв свои возможности мы даем себе зеленый свет и пробуем психологи говорят что большинство успехов не достигнуто потому что мы боялись где-то сделать ошибку вот если мы если мы перестанем бояться этих ошибок или видеть возможность в ошибках как возможность роста как возможность перемен инициаторами этих перемен то мы будем двигаться легче и увереннее по жизни гораздо больше будем достигать в своей жизни чего-то нового необычного да да я тоже точно хочу сказать мы вчера рисовали как раз об этом и это точно так спасибо большое о напоминании если есть еще какие-то вопросы то озвучивайте задавайте вопрос как долго как много ты рисуешь чтобы сказать нашим зрителям если они у них не получается так как они хотят может быть совет дать как долго им надо рисовать я вы знаете я специально к этому вопросу не готовилась но у меня не написано вот мой первый рисунок это была попытка сделать нейр нейрографику просто по какому-то мастер-классу это это я не могу сказать что это нейрографика это подобие нейрографики и я не могу сказать какого это числа было сделано первый мой рисунок нейрографический который я вот тоже один из первых это это вообще можно сказать что какие-то каляки-маляки то что я подписала было датировано двадцать восьмое ноль пятого двадцатого года двадцать восьмое то есть это мая конец мая 2000 года то есть три месяца назад два даже одно из первых двадцать восьмого ноль пятого нет я собрала первый рисунок который вот я нарисовала начало пятого ноль пятого это у меня это флор не меняет дело но это не самый первый первый был вот этот и тот что я вам показала это было что то что то подобие это у меня тоже это больше нейро арт это но я его назвала нейрография мне казалось что я точно рисую то что нужно сейчас я вам покажу дальше вот пожалуйста раз уж мы пошли в историю это вот история моих рисунков что это я не могу понять почему я так рисовала но мне очень нравилась моя манера и потом меня начало это немножко раздражать потому что все мои рисунки сводятся к одной манере вот она у меня все куда-то уходит уезжает это я пробовала материалы я пробовала вот эти мелкие и мне казалось что я должна что-то с ними сделать тоже комментирую комбинировала фломастер и мелкие пыталась сделать мак и мне казалось что я рисую нейрографику но это на самом деле она у меня уводила вообще вот другое вот следующий рисунок практически я рисовала каждый каждый день что-то но потом его дорабатывала эти все рисунки они доработаны в течение двух-трех месяцев это тоже казалось мне что это нейрографика хотя я сейчас думаю что это далеко не нейрографика это что-то просто линии какие-то это прекрасный нейроарт да ну вот это что-то похоже уже на нейрографику хотя хотя можно поспорить здесь у меня пробовала мелкие обычные мелкие но цветные потом естественно я рисовала сверху фломастерами потому что они давали просто блики это тоже вот мои какие-то мысли вот пожалуйста я была уверена что это выброс нейрографики но сейчас я вижу как это арт арт что-то да где какой-то выброс был но он у меня перешел арт вот тут уже мелкие у меня получились лучше ну сложно вот мои тоже мои ошибки я стала подкладывать под листики картонку потому что когда продавливается она не закрашивается как качественно как на чистом листочке вот здесь я вижу какие-то арбузы почему-то мне абсолютно не нравится я не люблю это не мои цвета но я упорно все равно их разукрашиваю так что если вам интересно вот вот длительность мой одна из любимых работ которая до сих пор я ее не закончила я не знаю когда-либо я закончу это был было вот это произведение которое было новано моей любимой ручкой и карандашами карандаши тут служили как тени вот я просто водила линии вот этими вот этой ручкой и их продолжал я ее назвала как нейронити вот куда мне хотелось бы углубиться то в эти нити мне хочется чтобы они переплетались настолько глубоко и между собой это одна из моих любимых работ которая до сих пор прорабатывает когда открываю мне хочется еще туда паутинку пропустить еще туда ниточку придеть я не знаю какое впечатление у вас ну я видела просто фотографию здесь на видео может быть не не видно такие детали а там очень много вот именно тончайшие работы это завораживает я больше не у вас а у зрителей потому что мне интересно их мнение потому что эта работа которая вот мне кажется она увлекает и увлекает вот это сочетание перехода цветов когда ты пускаешь нитку она идет с одного цвета в другой и сочетание цветов переплетели не сочетаемых для меня это было открытие во мне я не ожидала от себя что я могу это сделать наверное для этого и я углубилась эту работу мне кажется я не показывала нет это я не видела это тоже была интересная задумка мне хотелось сделать какой-то круг объединение но потом мне захотелось нарисовать цветы и когда я нарисовала цветы ее тоже не закончила вот этой ручкой я начала прорисовывать прожилки вот все нет вот это фломастер а вот эти прожилки которые прорисованные вот здесь вот это зелененькая это все вот эта ручка она на экране может быть не видно но ты когда знаешь что ты хочешь и что ты прорисовываешь ты ищешь вот какие-то моменты и находишь то хочется выделить вот тут к примеру у меня шло это я делала карандашом два или три цвета карандаша к примеру мне захотелось выделить там сиреневый розовый там еще какой-то я это делала ручкой вот тут хорошо видно сиреневый розовый идет в сочетании я это увидела вот так вот тут прожилки тоже мне захотелось на желтом фоне сделать зеленые прожилки это такие тонкие уже вещи когда уже хочется уйти в детали и доработать это я тоже у кого-то проработала свое левое и правое полушарие когда интересный лайфхак когда левой рукой начинаешь кружить тебя тоже куда-то уносит я не помню у кого-то из девочек я увидела правой рукой прорисовываешь скрипичный ключ а потом берешь ручку в левую руку и прорисовываешь это все и и у тебя начинает мозг работать по-другому правые спиральки работаем вправо а левые спиральки работаем влево и это для особенно для людей у кого кому надо проработать мозги переключить себя вот когда ты не можешь переключить вот зашла тебе тема и ты не можешь уйти и когда ты начинаешь прорисовывать тебя ничего не остается думать как только какой рукой куда вести такой тоже вот еще одна нитевая у меня тема была здесь тоже опять же меня наверное можно по моим работам вернее по вот этой манере узнать мои работы потому что у меня все работы идут вот такие переходы странные я не знаю как их обозвать но они у меня практически во всех работах они все очень мягкие вот именно такая мягкость создается за счет этой пушистости определенная ну пушистость кстати дается карандашами вот карандаши я когда начала больше разукрашивать вот набивается рука и больше дается поддается карандаш в работе вот здесь все прожилки получаются твердыми карандашами твердый карандаш дает хорошую хорошую такую штриховку иногда в каких-то рисунках штриховка не нужна но иногда вот просто просто она настолько нужна что вот эта работа я помню понравилась а не зависшие эти шарики воздушные тоже карандаш ну все на этом я остановилась потому что начала работать над глазами это мой блокнот ежедневный куда я рисую свои планы ну вот если вам было интересно окунуться в мои работы конечно очень интересно я думаю что это вообще как ты прорисовываешь свои планы это тоже можно отдельный целый класс делать потому что я думаю что полезно каждому человеку с утра зарядить свой день такими образами яркими и создать определенное настроение на целый день вперед это очень такая интересная важная тема причем я считаю что если у вас ну нейрографику конечно в ней огромный потенциал и прекрасные возможности но если вам помогает что-то делать цветочек заряжает вас или сердечко заряжает то не надо себя ограничивать какими-то условностями то есть творчество оно должно быть прежде всего от души и должно быть свободным то есть здесь не загоняйте себя в какие-то рамки нейрографика она как раз пытается снять эти ограничения снять эти рамки так что это точно еще вот я как от пользователя хотел сказать что я конечно же очень хочу пройти курс нейрографики но так как я его пока не прошла я тоже такой лайфхак у кого-то слизала треугольники если надо увеличить свой энергетический потенциал вот сегодня к примеру мне нужна очень энергия а у меня с утра ее нет надо прорисовать просто треугольники но не обязательное условие не обрабатывать их если начинаешь их прорисовывать это уже нейрографика это надо уже быть в нейрографике чтобы правильно его прорисовать а вот такой лайфхак когда тебе надо что-то поднять в себе рисуйте треугольники ну это действительно я сразу как инструктор нейрографики хочу предупредить про треугольники это если вам нужна энергия и вы знаете куда эту энергию направить потому что если вы с утра зарядили себя энергией треугольников и легли на диван то вы в результате к вечеру разругаетесь со всеми членами семьи потому что это внутренний конфликт вы поднимаете вы поднимаете огромное количество энергии вот ее обязательно надо использовать это может быть или творческий процесс это может быть какая-то физическая работа это может быть спорт это может быть просто совместное действие какой-то семьи то это обязательно делайте то есть действительно в этом огромный потенциал но с осторожностью подходите к треугольникам очень ответственно потому что самый большой соблазн будет слить эту энергию в какой-то конфликт то есть в этом надо быть очень спасибо огромное это очень хорошая подсказка это действительно ну я в принципе я делаю планы на день и когда мне нужно куда-то уйти если я планы у меня по дому то я как правило я их не делаю не знаю ленюсь не ленюсь но обычно я планирую в своем ежедневнике только то что мне нужно вот что-то у меня намечается и такое грандиозное и треугольники я рисую когда я встала и пью кофе и чувство не помогает а надо уже убегать тогда треугольничек в помощь значит я правильно делала спасибо Аня это очень хорошая серьезная подсказка потому что действительно если что-то сорвалось не получилось то берегитесь родные и близкие это на самом деле можно такой трейдмарк делать то есть нейрограф треугольники кофе для нейрографов точно точно да хорошо Аня что заметила я еще раз повторю мы как инструкторы нейрографики очень хотим вам обратить внимание что с треугольниками надо быть очень осторожны всегда их нейрографировать и всегда их округлять потому что может быть энергия пойдет не в ту сторону в которую вы хотели бы и просто мы это не советуем как инструкторы еще но советом осторожно это использовать то есть у нас есть целый блок который мы действительно учим как рисовать треугольники просто они очень много энергии имеют удивительная фигура такая простая но она прям реально заряженная у нас желающие поделиться этим видео потом в их группе конечно делитесь и выкладывайте свои рисунки в нашу группу мы будем очень рады сейчас на болгарском это скажу ако искате да споделите линк с твое видео то же класс в ваша группа и да сложите ваши рисунки в нашу группа разбираясь и заповедайте я много что зарабатываю да я вот хотела еще добавить в этот рисунок если вы видите что у вас чего-то не хватает то дорисовывайте и добавляйте туда цвета не не боясь потому что я смотрю что я рисовала много рисунков и начинала со светлых тонов и светлых тонов как правило вроде бы как много но в конце работа получается очень бледная поэтому не бойтесь добавить темных и ярких цветов но аккуратно когда вы уже знаете свои материалы вы знаете как чего добавить если хочется можно добавить и черного и какого-то цвета еще но больше яркости рисунку не стесняйтесь добавить и попробуйте вот то что я говорила попробуйте в конце поработать фломастерами карандашами масляными если они у вас есть в арсенале они конечно правильно аня сказала что они могут потом заглушить рисунок не дать другим материалам проработаться но то что они помогают и добавляют некой изюминки в рисунок это сто процентов и черный вот то что я говорила вот вот эти вот пробелочки все убрать очень хорошо работают вот эти ребрышки они дают тонкие линии видите абсолютно по-другому играет рисунок когда добавляется штриховка вот такая тоненькая сейчас покажу как сильно мне вот так нравится этот глаз я наверное сделаю специально сейчас пока у нас карантин но когда я вернусь к своей волонтерской работе в детской колонии где я волонтером по урокам рисования то я с детьми обязательно вот такой глаз прорисую потому что ну это реально настолько просто настолько ярко и настолько завораживает и я уверена что каждый получит свое удовольствие от этого слушай ты сказала такие ключевые слова что у вас есть детская колония а у нас есть в соседнем городе тоже какое-то детское учреждение я никогда не задумывалась над тем что можно туда пойти волонтером я над этим никогда не задумывалась лайфхак на самом деле это просто вот просто слово в этот прям в сердце прям в точку надо просто поехать туда действительно узнать и с детками порисовать это вообще это круто если у меня получится обязательно попрошусь и сниму что-то оттуда я не уверена что разрешат потому что во-первых карантин во-вторых не знаю пустят ли вообще куда-то кого-то туда ну это конечно такая очень большая обратная связь от детей я не только в колонии я и в детском центре у нас в АМСА там тоже с подростками и конечно особенно сейчас в нынешнем ситуации дети в стрессе подростки в стрессе дети в стрессе родители в стрессе все в каком-то напряжении внутреннем и перевести это напряжение на лист перевести это в творческий процесс это конечно огромная помощь не только не только детям но и как бы всем окружению всему окружению удачи тебе в этом ну ты самый простой вариант достичь детей это наверное возобновить все-таки свой канал на youtube и сделать это видео просто доступное в том формате чтобы дети тоже могли это нарисовать а здесь я думаю что ничего такого радикально сложного нету это просто можно пошагово четко рассказывать что мы будем делать и все сколько у тебя вариантов сразу спасибо огромное видите это вот вот вам око вот вам око оно прям вот просто открылся этот глаз который должен был открыться вселенная просто открывает не просто глаза она нам шуры убирает и открывает настолько огромный вид возможности только было бы возможности пользоваться этими возможностями чтобы вселенная нам еще дала возможность этим всем воспользоваться у нас сейчас ситуация немножко хуже стала туристический город вот мы все так немножко в стрёме дабы не закрыли нас опять это да ну мы будем продолжать рисовать свою позитивную реальность и мы будем действительно как бы самое главное во всех переменах любых энергетических во всех политических переменах самое важное соблюдать вот эту собственную держать свою собственную вибрацию свое состояние потому что кажется что ты сосредоточен на себе но ты этим спокойствием заряжаешь всех людей вокруг себя семью твою твоих друзей ты такой якорь спокойствия которому люди будут тянуться и будут все равно от тебя питаться потому что не надо пытаться спасти весь мир да главное весь мир в тебе и вот его надо прежде всего очень бережно к нему относиться я считаю что это самое ценное да это очень ценно информация это ценно очень такое посыл какая красивая наташа покажи еще раз пожалуйста потому что ты еще туда бы добавила нейролинии они вообще удивительные стали да да я тоже хотела ох красота и светится так красиво можно еще чуть-чуть я ничего не знаю вот да да вот как раз моя очень красиво очень очень спасибо вам большое наташа так еще кто-то показывал Лея вы показывали так сейчас скажите что-нибудь чтобы вас видно было картинку вашего в фейсбуке у вас микрофон отключенный так просто включите микрофон и скажите чтобы просто на вас навелся камера так добрый день не разберем как мы пить а я бы докажите нечто договорите что-то может да излезть за вывиждами на экран только то окей добрый день такой красивый зеленый глаз здорово 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 это и мое то уко и много всего хареса спасибо большое так это Янка да у нас глаз вот это янка да а нямам имя здорово тоже очень шикарный глаз спасибо большое благодаря на стечке много благодаря а это у меня и другу за токсом стегнула ого как у вас нежно получилось просто очень красиво очень красиво очень это такое солнце сначала в пустыне прям светит такое красиво Девочки я очень очень рада что вам зашло я очень рада что это воодушевило вас на такие классные работы супер просто я еще раз хочу показать чтобы воодушевить вас своими работами, своими цветами, своими находками и какими-то какими-то лайфхаками. Я думаю, что все, у каждого свое видение, у каждого свое какое-то цвета, желание. Но когда начинаешь прорабатывать, вот эти работы я все проработала в течение недели, наверное. И все они давались, каждая давалась очень так интересно, с каким-то таким посылом, даже иногда странным, иногда неожиданным, но в итоге получалось всегда все красиво. Вот эта работа мне тоже очень нравится. Когда нет серединки, но она такая живая. я очень рада и очень с удовольствием пересмотрю то, что вы нарисовали, потому что мне тоже будет интересно. У кого-то получается свое видение, и мне будет интересно посмотреть, и у кого-то что-то тоже слезать, если у вас получится. У меня такое ощущение, что когда ты показываешься в своей рисунке, что это такой какой-то удивительный мир космический, такие ли разные планеты, или разные солнца. Что-то в этом есть, что-то в этом есть. Вот глаз, он как бы отождествляет какую-то планету, как вот реально какое-то видение планеты, видение вселенной, какая-то даже, если хотите, какая-то воронка, воронка, в которую можно как сбросить негатив, так и достать оттуда позитив. Как вот, как можно окунуться в какой-то восторг, так и поделиться с ней каким-то своим нежеланием чего-то или нежелательным каким-то ощущением выбросить туда то, что тебе мешает, может быть, избавиться от чего-то, но и в то же время подпитаться каким-то восторгом какой-то энергии, каким-то новым зарядом. Какой-то космический нейрон, который тоже, наверное, может зайти, когда тебе это нужно. Нарисовал, зарядился, как батарейка какая-то. Ну, глаза — это вообще зеркало души, поэтому мы через глаз, конечно, переходим, заглядывая внутрь себя прежде всего, и заглядываем, когда мы смотрим в глаза людям, мы заглядываем в души других людей, поэтому не все смотрят в глаза, далеко не все. Это очень трудно смотреть в глаза людям. это точно, это точно, да. Но прежде чем заглядывать кому-то в душу, надо прежде всего научиться заглянуть в свое и увидеть, что там, действительно, что-то достать, может быть, какой-то потенциал достать или темноту достать и попробовать это все проработать, переварить, вынести это в творчество, в созидательное действие, в какое-то, это, конечно, вдохновляет. Так, ну, что еще? Кто-нибудь еще хочет что-нибудь сказать, поделиться? У нас сегодня прям... Я в восторге. Мне все нравится. От глаза я вообще обалдею. От вот этих линий я продолжаю учиться, то есть они у меня немножко интенсивно, то есть нежности пока что не научилась делать, как вот у вас получается все нежно. Возможно, их надо просто проработать в других цветах еще. Возможно, они вот в одном цвете могут не зайти, а в другом зайти очень нежно и красиво, как паучинка. Но зато какой глаз! Вот какой глаз! Я прям в восторге! И такой большой! Представьте, вот у меня третий глаз как открывается! Янка, если она что-то скажет, да? Не-не, если она видела на окоту видела, да, супер. Она хотела посмотреть еще раз твое окон, а я хочу сказать, что у нас завтра будет класс на рисование нейромандала рода. Это будет платный класс, и мы приглашаем на этот класс. Спасибо всем за участие в сегодняшнем классе, спасибо, Наташа, вам за ваши рисунки, получилось очень интересно для всех. Спасибо огромное вам, что пригласили меня, я тоже в огромном восторге, я жду с нетерпением ваших фотографий, отзывов от этого класса, и огромнейшее, огромное спасибо за воодушевление, вы воодушевили меня на эти работы, это только благодаря вам, я прорисовала их, и я буду очень рада, если я вас чему-то научила, я думаю, что я тоже не научила, а воодушевила, и показала немножко каких-то своих лайфхаков и техник, я буду очень рада поучиться у вас, и буду благодарна, если вы меня пригласите в свой платный мастер-класс по нейрографике, когда будет можно еще ссылочку вашу, я извиняюсь, чтобы мы немножко еще порепетировали, порисовали вашу манеру. На блог ты имеешь ввиду, на ютуб-канал? Ну, или на ютуб-канал, не знаю, что там у вас есть. Да, я, конечно, я с удовольствием сброшу ссылку на мой ютуб-канал, но я сброшу свои новые видео только вот, когда их запишу, потому что мой канал ютуб, он не работал, и с сегодняшнего дня я обязуюсь начинать какие-то видеоблоги, и онлайн-классы не часто, но буду туда закидывать свои манеры рисования, и буду благодарна, если вы будете приходить туда. Ссылочку я сброшу Ане, и Аня уже потом ее опубликует под видео, которое пойдет в Фейсбуке, я думаю, да? Да. Ну, мы еще обсудим всякие разные детали, потому что у меня уже целый список вот таких планов, и я уверена, что Наташа будет еще нашим гостем, нашего канала, нашей группы, и нейронить меня тоже очень-очень вдохновляет и завораживает, и я надеюсь, что мы все еще получимся, это вообще очень важный навык, уметь переплетать цвета, как они могут переплетаться, интегрироваться, у меня есть идеи по нейроничам, есть несколько идей и своих лайфхаков, и я думаю, это будет не так быстро, вот как мы сделали этот мастер-класс, но с удовольствием я проработаю и поделюсь с вами, это тоже такая находка для меня и для самой себя открытия, и если девочкам будет интересно, мы с удовольствием проработаем, мне все очень понравилось, я надеюсь, я вас воодушевила на какие-то новые цвета, работы, и буду очень рада делиться с вами, спасибо огромное, приглашайте, я приду, и привет вам и с вами Галии. Обязательно пригласим, это точно, уже без вопросов, я в диком восторге от класса, от своих работ, есть чему научиться, и действительно научилась много, вдохновилась, и уже готова бежать и вдохновлять других людей, это у меня не заржавеет, поэтому огромное спасибо Наташа, очень было познавательно, и про материал столько много узнали, и про новый вид, как бы, вообще выброса в том числе, то есть, как мы можем использовать другие элементы, чтобы выразить свои эмоции. Правда, правда, мы про это мало поговорили, про выбросы, но на самом деле я хочу в заключение уже как бы по скриптум сказать, что когда вы рисуете ломастером, может быть, не так, лайнером не получается выброс, но карандашом твердым получается очень хорошо, потому что делаются линии, которые вы видите, вы ощущаете, и они получаются реально твердыми, и это выброс реальный и хороший такой выброс, и этот глаз, он получается как воронка, вот если вам что-то нужно выбросить, то глаз вам в помощь, или воронка, называйте, как хотите, глаз это что-то такое светлое, хорошее, туда лучше добро, добро заштриховывать, спасибо огромное, всем посылаю добро, счастье, мир, здоровья вам всем, и воодушевляйте нас, Аня, своими мастер-классами, и мы будем работать над собой, и спасибо огромное еще раз, всем привет, до свидания. Спасибо большое, Наташа, ну, ох, когда даже так быстро пролетело время, столько много творчества, и, как всегда, было очень-очень интересно, я думаю, что это прям положит такое хорошее основание для других классов, мы обязательно будем приглашать других участников для наших нейро-арт-проектов, я уже, вот с Наташей у нас был эксперимент чистой воды, то есть мы не знали, на что мы все подписываемся, и в результате такое удовольствие все получили, прям в диком восторге, так что обязательно мы еще пригласим, у нас уже есть список, мы еще не списались с этими людьми, но мы обязательно будем делать, может быть, не каждую неделю, но хотя бы раз в месяц мы обязательно кого-нибудь в нашу группу, на наш канал будем приглашать. Что еще, Наташа, может быть, я еще что-то забыла у нас сегодня? Да, нет, я хочу просто еще раз напомнить на завтра мандал урода, я сказала, и уже два часа прошло, наверное, уже время завершаться, спасибо, мы всем очень рады, всем участникам нашего марафона и всем участникам нашей группы, спасибо большое, делитесь ссылками, делитесь везде, где хотите, и делитесь радостью рисованиями, радостью нейрографики со всеми людьми, это очень-очень нужно сейчас во всем мире. Спасибо, ребята, было очень здорово, так что дерзайте дальше, приглашайте больше людей, это открывает нам много, но другое мировоззрение и, конечно, техники. Спасибо. Спасибо, Диана. У нас надо заметить, что сегодня, как всегда, у нас международное мероприятие, у нас Америка, Болгария, Португалия, наверняка у нас кто-то есть из России, кто нас смотрит, так что искусство, оно объединяет, и это очень важно. И еще раз хочу вам сказать, что вот прям все больше и больше убеждаю, что искусство исцеляет, и все есть искусство, во всем мы это искусство можем увидеть, и во всем можем получить это вдохновение. Так что дерзайте, экспериментируйте, заряжайте своей энергией не только своей работой, но и все, что вокруг вас, всех людей вокруг вас в том числе. Так что мы ждем, если вы хотите вдруг чем-то поделиться с нашей группой, с нашими зрителями, обращайтесь, мы всегда открыты с таким новым экспериментом, и получаем огромное удовольствие. Еще раз всем большое спасибо, и до скорой встречи. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...